Пусть постоянный ток A течет по длинному проводу, который имеет сечение A. Это радиус этого сечения круглого, да? И необходимо найти индукцию магнитного поля B внутри и снаружи. In и out. Ну, внутри или снаружи. Вот. Что ж, рассмотрим задачу. Но решать я эту задачу буду с использованием теоремы о циркуляции вектора магнитного поля. Индукция магнитного поля. Ну, в общем, рассмотрим вот наш провод. Желтеньким его закрасим, да? Его вот это расстояние будет максимально это R. Это вот его радиус, да? Вот он такой сплошной. Магнитный ток течет на нас. То есть я, допустим, вижу его вот так вот. И по всем вот этому радиус. Теорема циркуляции гласит в интегральной форме, что это B на элемент DL контура будет равняться не нулевое на суммарный ток, который через этот контур проходит. Это интегральная форма, но в нашем случае общий вид достаточно сложен, и иногда просто приходится брать непосредственно интеграл, но в нашем случае это решение задачи не столь сложно. Нам просто надо увидеть некоторую семью задачу, потому что используя теорема циркуляции, некоторые задачи решаются существенно проще, чем вот записан, чем этот вид, который у нас представлен. В общем вот. А чтобы сказать о том, как у нас будет, какая у нас самая задача, рассмотрим эту ситуацию в следующем. Вот, допустим, наш этот провод, да? Коаксиальный, да? С круглым течением. И посмотрим, как направлены силовые линии вектора магнитной индукции. Очевидно, что если мы вот рассмотрим какую-то вот, допустим, кусочек, вот я его зеленым обозначил, у нас будет DL, да? И какую-нибудь точку R у нас, да, вот здесь вот R. И попытаюсь найти магнитные полевые точки, то я воспользуюсь законом Биосавара. Кстати, я еще раз уточню, что то, что я сейчас использую законом Биосавара, лишь о том, что я покажу, что симметрия силовых линий, это у нас будет рост окружности. Это нам позволит выбрать правильный контур, для того, чтобы не так сложно записывать эту интегральную теорию. Потому что в некоторых учебниках просто говорят, вот берем окружность, но они уточняются почему. R в кубе DL на R. Вот это наш общий вид формулы закона Биосавара. Кстати, это как раз получается, это закон Биосавара. В общем, смотрим, что в этой точке будет. В этой точке, на расстоянии радиус вектора, да, R, мы будем определять направление. И мы будем видеть, что у нас вектор магнитный дукс направлен в эту сторону. В этой точке, а то этой вот, в этой точке, да, в этой точке стороны R, да. Будет у нас какой-то, допустим, тоже вектор создаваться от каждой. И вот, в общем, в зависимости от точки Этот вектор будет у нас описывать некоторую окружность То есть, допустим, он будет все время касаться какой-то окружности Для каждой точки Вот здесь и будет окружность Вот здесь он будет вот так вот направлен вектор b Вот здесь будет направлен вектор b И вот так вектор b Везде, я уточню, у нас будет некоторое расстояние фиксированное То есть, допустим, от центра для этой окружности Здесь будет фиксированное расстояние Здесь будет одно и то же самое В результате чего На некотором расстоянии от центра R большое R большое R большое У нас получается симметрия Распределения линии магнитной индукции Будет круговой В результате чего и контр можно убирать круговой И я вот рассматриваю интеграл Я вижу, что в каждой точке вектор B И вектор DL Имеется ввиду контура Который При всем при этом мы различаем Вот этот DL, который у нас здесь выбирается Вот этот DL А вот здесь вот DL Это вот наш контур Который мы описываем То есть это разные DL на самом деле Потому что DL это уже допустим В нашем случае будет элемент длины В каждом нашем случае Косинус угла между B и DL Будет составлять 0 градусов Ну вот Здесь и здесь у нас будет У нас составлять 0 градусов Это наши вот эти элементы DL окружились уже вот эти Потому что здесь имеется ввиду контур Контур А здесь мы говорим об элементе тока В общем это все важно В общем результате получается Что этот DL наш будет составлять 108 градусов Для чего наш вот этот контур интеграл Заменится на выражение 2Pr Потому что в каждом по сути что мы делаем Мы берем вот элемент длины вот этого контура Нажаем скалярно на вектор B То есть вот допустим вот в этой точке что у нас будет Допустим какой-то Кусочек DL окружности Да Окружности умноженной на вектор B При этом от точки к точке Меняется лишь направление вот этой векторы B Но не меняется он по моему За чего вот это скалярное произведение Да Будет давать у нас B DL на косинус угла между ними На косинус Косинус нуля Косинус нуля Да Это будет B на дельта L Когда мы рассмотрим контурный интеграл B на DL Вот этих Да Мы по большому счету просто берем сумму всех Кусочек вот этой окружности По всей длине просто мерим А это по всей длине дает нам полную длину окружности То есть это будет сравняться B на 2πR Как вот здесь было оказано А причина выбора контура круглового Здесь потому что контур выбирает произвольно Да Состоит в том что симметрия силовых линий Составляет Составляет у нас концентрические окружности И будет у нас это равняться Nu нулевое На Nu нулевое на просто ток Сила тока Которая у нас протекает Потому что у нас вот допустим Весь суммарный ток Как бы вот который контур я здесь нарисовал Он Еще раз вот нарисую Вот наш контур Вот наш внешний контур какой-то Да Вот я его изображаю Вот наш Да Весь суммарный ток Вот у нас идет вот это вот К провода к аксиану Я по-моему сейчас разрезаю Вот он идет сюда Да Весь суммарный ток От этого всего будет Проходить через вот эту всю окружность Да И он будет как раз с i За чего С церема циркуляции Даст нам выражение Для магнитного поля 2πr как nu нулевое i Это выражение Можно было послучить Непосредственно Из закона Биосавара В результате чего С расстоянием r От центра У нас может быть записка К nu нулевое i На 2πr При всем при этом r Больше чем Больше равняется Чем а Чем вот этот вот Радиус Вот этого вот Нашего Костяного провода Почему это так Это вот а Вот у нас наружу А причина состоит в том Что мы сейчас рассмотрим Когда у нас допустим Контуры необходимо Рассматривать внутри Вот этого То есть поле внутри Непосредственно этого провода А не вне Там ситуация аналогична Но есть появляющая цифика Ну в общем вот так зависит Поле вне вот этого провода Расстояние r Больше равняется Теперь применяем циркуляции Когда у нас вот допустим Наш провод есть Так же да Но там мы уже будем Выделять контр Внутри него какой-то Причина отличия Стоит в том что И схожесть Стоит в том что Так же Симметрия силовых линий Будет пойти к тому Что у нас Контр мы будем Выбирать Круглый Вот При всем при этом Б на 2πr У нас будет Записываться в каждой точке Допустим Вот допустим В каждой точке Здесь магнитное поле Будет у нас Когда вот здесь Мы убираем Вот это вот Длина нашего Провода Вот это наш провод Да У нас магнитное поле Будет вот так вот Везде направлено Соответственно Когда мы рассматриваем Вот этот вот контур Да То есть я вот Оранжем закрашу Ту часть Которая будет Позволять нам найти Магнитное поле Вот этих точек Потому что Магнитное поле От вот этой вот части Которая у нас здесь есть По идее Да будет просто Компенсироваться То есть у нас Будет магнитное поле Этих точек Определяться Только вот этим Вот Внутренним Внутренним Вот этим кругом Это отчего Я опять применяю Терема циркуляции Также использую Вот это вот положение Что в каждой точке У нас Магнитное поле Будет направлено Оптогонально Вот То есть я вот это Еще раз так вот Покажу Это вот так у нас получается В общем вот Да И в целом В результате нам дают Вот такую запись Но вот только ток уже Через вот этот Оранжевый кружочек Течет В другой Потому что через Вот допустим Весь вот этот наш Круг Который я здесь обозначил Белым Через белый круг У нас течет ток И А через Оранжевый круг Через белый круг Да Через оранжевый круг У нас течет Ток Естественно Меньший И это вызвано тем Что просто Как бы тут Меньшая часть Проводы Да И он будет Как раз Зависеть Вот этот Количество От площади Ток И будет Это связано Как А на Р квадрат А квадрат На Р квадрат Это связано С тем Что вот этот Ток Который Сейчас здесь Допустим И Йод Будет меньше Как раз За счет Тоже Площадь Меньше Вот То есть Когда площадь У нас будет Поставлять Ток Который Через весь Круг Как раз Будет Наняться Нашему И Через Белый А через Этот Маленький Будет Профессионально До этого Выражение Вы спросите Почему На Квадрат Ну Что такое Площадь В нашем смысле Она Просто Сортилизует Как бы Если Так Мы Рассмотрим Множество Множества Таких Маленьких Точков Да Вот Точков Точков Да Здесь Токов Меньше Содержится Чем Вот Когда Вот Допустим Больше Площад Рассматриваем Поэтому Число Вот Этих Токов Маленьких Да Будет Пропорционально Площади Вот Этой Вот Области Если Был бы Там Кубический Вот Допустим Да У нас Был бы Допустим Контор Как По своему Выделялся И Возможно Площадь Как раз Была Порционально Вот Этой Вот Маленький Кубень В общем Поэтому Число Вот Этой Маленьких Точков На Которые Здесь Мы Видим Будет Пропорционально Площади Той Этой Этой Мы Рассматриваем А так Мы Рассматриваем Какое-то Расстояние Р Меньше Чем Равняется А То есть Вот Это Сразу Мы Ограничиваем Просто Для Того Чтобы Подойти Зависимость От Р Каким-то Маленьким Но Фиксированным Р Своим То Результат Чего Те А Циркуляр Записывается Как И А Квадрат На Р Квадрат Где Вот Это Также Будет Полный Суммарный Ток Который Течет Через Вот Эту Всю Поверхность И Поле Будет У нас Как Раз В Эти Областях Сдаваться Вот Это Вот Результат Чего Это Поле Будет У Нас Записываться Как Ню Нулевое И А Квадрат То есть Это у нас Обратно будет Конечно Стоять Тут у нас Будет А Квадрат Р Квадрат На А Квадрат И Р Квадрат На А Квадрат Правильно Все Вот Множко Большая Опечатка Но В общем У нас Будет Записываться Как Это Поле Б Вот В этих Как Раз Точках И А И Р Квадрат Вот Это Ню Нулевой И Р Квадрат На А Квадрат Зеленый На 2 П Р И Это Результат Нам Дает Выражение Как Ню Нулевое И На Р Вот Это Р Р Скорщается 2 П А Квадрат И В общем В ответе Можете Писать Что Когда Р Меньше Чем А Магнитное Поле Будет Зависеть Как Менулевое И Р На 2 П А Квадрат Когда Р Больше Равняется А Магнитное Поле Будет Зависеть Как А Менулевое И На 2 П Р И На 2 П Р Тачевое Магнитное Поле У нас Имеет Следующую Самую Зависимость Линейная Вот Это Будет Тангус Угл Наклона И Потом Будет Спадать На Бесконечность Вот А Здесь У нас Как Раз Будет По Сути Граница Нашего Вот Этого Провода Стока Вот Так У нас Будет Зависеть Величина Магнитного Поля Вот От Центра От Центра Вот Этого Соответственно Проводника Стока Спасибо За Внимание